Итак, следующий наш спикер это Евгений Пешков из ДОДО. Евгений, привет! Привет! Евгений, скажи, пожалуйста, ты будешь рассказывать про Bounded Context? Это же что-то из ДДД, да? Да, это про домен Dream Design. Один из стратегических паттернов, который используется в ДДД. ДДД, расскажу, как, что и зачем. Скажи, пожалуйста, вы в ДДД много используете ДДД? Ну, используем, но не так много, как хотелось бы, мы все еще в пути. Но, с другой стороны, ДДД это не только какие-то конкретные практики, это, например, и общение с бизнесом непосредственно. В таком случае, можно сказать, что мы очень широко используем ДДД. У вас в ДДД один большой продукт, который все опилят, или все-таки несколько узкоспециализированных команд? В какой-то момент мы разделились. У нас есть API-шки для мобильного приложения, для сайта. Есть центральная система ДДДИС, которая включает в себя управление пиццериями и предоставление какого-то API для других бэкэндов. Ну, и сейчас появились еще и два совершенно разных приложения. Это донерная и кофейня. То есть, мы вышли за пределы пиццы, и там свои продукты, конечно же. И практики ДДД вам помогают как-то успешно реализовывать ваши информационные системы? Да, да, помогают. Буквально недавно, вот вчера или позавчера, вышла статья на Хабре. Ребята описали свой опыт. Достаточно позитивно все отзываются. Отлично. На этой позитивной ноте давай перейдем непосредственно к твоему докладу. Слово тебе. Всем привет еще раз. Меня зовут Женя Пешков. Я разработчик Dodo Engineering, или сейчас наша компания называется Dodo Brands. Один из самых популярных брендов Дода – это Dodo Pizza, конечно же. Надеюсь, вы со временем также узнаете про Drinkit и Donner 42, будет также известно. На данный момент мы представлены в 13 странах, 600 точек питания. Ну и Dodo Brands – это, конечно же, про IT. Центром управления пиццериями является наша цифровая платформа Dodo Ease, и разработкой ее, собственно, мы и заняты. Немного про Dodo Ease. Это почти 50 различных сервисов. Мы принимаем порядка 150 заказов в минуту, и над всей системой трудится более 100 человек. Мы делаем почти все на C Sharp, ASP.NET, .NET Core. Мы используем базу данных MySQL. Это все практически у нас находится в облаке. Мы используем Microsoft Azure, что-то иногда мы используем, ну, начинаем использовать контейнеры и кубернеты. Как начиналось все? Ну, начиналась типичная многозвенная архитектура, да, есть база данных, есть какой-то сервер, в нашем случае это EIS, и на нем был запущен первый простой сайт. В дальнейшем этих сайтов становилось больше, появлялась какая-то спецификация у проектов, у сайтов, и, ну, со временем это все развивалось, развивалось, и превратилось вот в такой большой проект, у нас он называется Dodo United, и там, не знаю, пару сотен проектов на данный момент, и это все деплоится и развивается. Как обычно все это работает, это есть слой сервис-аппликейшенов и слой репозиториев. Потом запросы уходят в базу данных. В то время, когда мы начинали, еще ОРМ-ки были не так популярны, и мы практически обходимся без них, у нас используется Dapper, но в целом мы больше пишем запросы руками вот в этих самых репозиториях. И, ну, вот так выглядят наши сервисы. Вот средняя колонка – это Monolith тот самый, которым все достаточно завязано, да, то есть Monolith – это не совсем только про то, что мы деплоим это одновременно, основная проблема Monolith в том, что все очень сильно связано. И очень много сервисов находится внутри, и они могут влиять друг на друга, ну, обычно негативно. Да, и вот вообще какая проблема есть в нашей индустрии? То, что сложность систем постоянно растет. Со временем вот это наше красивое приложение из нескольких сайтов становится таким Big Ball of Mud, то, что называется комком грязи, в котором все очень сильно переплетено, мы не можем вытянуть какой-то один сервис легко и отделить его, переложив, например, в микросервис, чтобы, например, скалировать, или просто, чтобы обрубить какие-то использования каких-то sensitive данных. И самое плохое, что вот эта сложность системы растет, и если целенаправленно не работать со сложностью, то будет только хуже. Собственно, домен древнего дизайна и направлен на то, чтобы снизить уровень сложности тех систем, которые вы разрабатываете. По крайней мере, ну, как бы можно разделить сложность системы на два таких вектора. Это техническая сложность и бизнесовая сложность. Соответственно, техническая сложность, конечно же, ДДД практически ничего не предлагает, но работа с бизнес-сложностью – это вот то, чему адресован использование, ну, под использованием домен древнего дизайна. Если обратиться к литературе, например, к той же статье 99-го года про Big Ball of Mud, можно найти множество источников сложности, запутанности. Например, авторы приводят пример, и это актуальный спустя 20 лет, то, что часто пишут код на выкид, да, то есть к вам приходит продакт, говорит, а давай проверим гипотезу, вот быстро запилим прототипчик. Он, конечно же, в прод не пойдет, мы просто проверим какие-то метрики и потом перепишем, если все хорошо. Но наступает потом, код успешно оказывается на проде, показывает хороший результат, и, конечно же, не находится времени его переделывать, и мы начинаем его просто развивать, пытаясь какими-то костылями заставить его работать. Что еще можно упомянуть? Ну, например, можно упомянуть, что разработчики слишком надеются на какие-то новые технологии, да, то есть иногда новые технологии, менеджер сообщений, брокер сообщений, какие-то брокеры, что-то еще преподносится как вещь, которая решит все разработческие проблемы, и разработчики, покупаясь на вот некие маркетинговые материалы, начинают их внедрять, огребают еще больше проблем, и лучше не становится. В индустрии замечена, не знаю, по моему опыту, большая зацикленность на базе данных, сейчас потихоньку это, мне кажется, все размывается, но я помню еще в университетское время нас всех учили, что надо сначала спроектировать базу данных, как мы будем хранить наше состояние, а все остальное уж как-нибудь потом, поверх оно случится. разработчики мало акцентируют внимание на нейминге объектов и методов, причем желательно делать не просто осмысленные названия методов, понятные разработчику, а называть методы ваши и объекты так, как бизнес их на самом деле называет. Иначе появляется некий дрифт такой между реальностью и софтом. В софте называется что-то одним образом, а в реальности менеджеры на местах называют это совершенно иначе, и это может приводить к различным проблемам. Много несвязанных тасок, такое тоже часто случается. Мы все стремимся развивать какие-то фичи, и иногда фичи прилетают неструктурированно. То есть у нас в нашу команду может прилетать саппорт, какая-то новая фича, переделка старой. И в итоге продукт, он развивается, но бэклог, то, что такое называется, винегретный, то есть там идут какими-то непонятными набросами различные составляющие. И в итоге у команды нет времени фокусированно развивать какой-то один продукт или часть продукта. Они приходят, делают свою фичу и уходят. И потихоньку вот это качество данного места начинает снижаться. То есть есть такой хороший подход правила бойскаута, что вы должны прийти в место и оставить его лучше, чем оно было до вас. Но, к сожалению, в текущий момент я вижу, что во многих командах под давлением сроков, под давлением бизнеса наблюдается такое даже, наоборот, антиправила бойскаута. Некоторые называют его правила гостиницы, когда вы приходите, попользовались чем-то, полотенце бросили на пол, уехали жить в следующую гостиницу. И потихоньку кто-то должен в таком случае либо убираться за вами, но, к сожалению, опыт показывает, что убираться за вами будет некому, и ваш продукт будет деградировать. Ну и сложность, та самая, про которую я говорил, она будет расти. Таким образом, сложность растет, как я сказал. Мы часто видим вместо каких-то хороших структурированных приложений, причем часто они начинались с какой-то красивой архитектурой, над ними думали, как-то раскладывали по слоям, но потихоньку диффузия кода, диффузия слоев, какие-то костыли. Это все приводит к тому, что сложность разрастается. Ну и, собственно, еще одна большая проблема, которая встречается в коде, которая так или иначе приводит тоже вот к этой гигантской сложности, гигантской связанности, это универсальные модели. Опять же, в индустрии было принято, как делать. Вот есть у нас, например, заказ. Начинаем мы разрабатывать кассу ресторана, мы составили какой-то объект, у него там есть ID-шник, состав, сумма, налоги и так далее. Со временем, когда появляется какая-то другая часть системы, нам надо автоматизировать другой домен, разработчики часто видят, что у них есть уже заказ и достаточно похож на то, что им надо, и они просто добавляют несколько полей в этот заказ, адрес доставки, время доставки, телефон, потом появляется какой-то другой домен, они берут предыдущий объект и начинают его расширять, потом появляются какие-то новые фичи в предыдущих доменах и объект потихоньку разрастается. И разрастается в каких-то неимоверных размерах и получается вот та самая универсальная модель, которая вроде бы выглядит, она выглядит как лестница Эшера. Каждый отдельный кусочек вроде разумен и согласован, но если вы смотрите на такую универсальную модель целиком, то становится непонятно, как ее посмотреть, как ее использовать. Таким образом, я считаю, что вот универсальные модели злой и первый шаг, возможно, на пути упрощения ваших систем это отказ от универсальных моделей. Почему же универсальные модели это плохо? Ну, во-первых, каждый раз используется только часть, да, то есть, как я показывал на той табличке, у нас если речь идет про заказ в контексте доставки, то ему не важно какие ингредиенты и сколько коробок было списано на этот заказ. И наоборот, если мы смотрим на заказ в разрезе бухгалтера, то нам неважно, к какому времени мы должны были доставить этот заказ. Следующая проблема, соответственно, она вытекает из предыдущей, то, что непонятно, где ждать null reference exception, да, не читая весь код от репозитория до прогона через все сервисы до момента использования, мы не знаем, насколько плотно, насколько полно заполнена это наша универсальная модель. Заполнены ли ингредиенты, если мы получили его из сервиса курьерского какого-то, или нет. Каждый раз нам приходится в голове компилировать и раскручивать вот эту цепочку вызовов метода, смотреть, как оно перекладывалось и заполнялось. Обратная проблема, то, что непонятно, сколько лишних данных в объекте, если нам нужен заказ и, например, его пицца, чтобы отобразить, но при этом нам приходят и ингредиенты, и время заказа, и чуть ли не картинки какие-то продуктов, возможно, это избыточная информация, и, возможно, мы страдаем от каких-то излишних локаций памяти и прочего, то есть у нас было и такое, мы находили проблемы в коде, именно то, что нам приходит слишком жирный объект, он настолько жирный в том месте был не нужен, мы обрезали заполнение массивов картинок и заметили это даже на телеметрии. Ну, это все как бы частично технические проблемы, но самое плохое, что у универсальных моделей зачастую нет границы контракта, да, то есть мы смотрим на такой объект, у него 30 или там 40 полей, и мы не знаем какие у него варианты у этого объекта, должен ли он быть согласованным или не должен, и новые разработчики или разработчики, которые приходят с той самой фичи из винегретного бэклога, они как бы меньше задумываются о том, насколько разумно добавлять еще одно поле, когда ты видишь, что у тебя 30 полей добавить 31, ну, кажется, что, а что такого, сильно хуже это не становится уже, и в итоге вот эта универсальная модель, она становится таким маленьким комком грязи внутри ваших больших комков грязи, и она везде очень сильно завязана, и вы не видите ни границы ее использования, ни контракта, это тоже все очень в итоге это приводит к тому, что сложность системы возрастает все больше и больше. Да, возможно, вы скажете и слышали про такой принцип, как don't repeat yourself, и возможно, вам кажется, что как раз универсальная модель это про don't repeat yourself, но на мой взгляд don't repeat yourself это про повторение логики, да, то есть мы домен driven design сообществе скорее топим за rich домен модели, когда объект сам понимает свой вариант и сам меняет свое состояние, а не какой-то сервис снаружи это делает, и вот собственно логика как меняться состоянию например объекту для курьера, это вот эта логика должна быть имплементирована в одном месте. как бы don't repeat yourself это очень важный подход, но он не про поля, то есть возможно в вашей системе будет множество объектов заказ, и это будет изумительно. Собственно какой подход используется в домен driven design, это каждой модели свой ограниченный контекст. Собственно мы приходим к теме нашего доклада, вот про bounded контексты и как они упрощают нашу жизнь. Давайте поговорим что такое bounded контекст, то есть bounded контекст это какие-то границы применимости модели внутри вашей большой системы. То есть вот мы видим какой-то наш безразмерный заказ, которым все-все-все намешано от ингредиентов до курьера и смены и разделяя такой заказ на несколько мы более точно знаем что ждать от одного типа заказа и там скорее всего будут все поля заполнены и там будут соблюдаться какие-то явные и неявные варианты и собственно территория применимости каждой модели это и будет являться bounded контекстом каким-то ограниченным контекстом контекстом где модель имеет свой смысл как искать границы это достаточно такой нетривиальный процесс и возможно здесь нету простого рецепта который можно применить в любой системе и получить выверенные границы но давайте посмотрим на что можно обратить внимание в первую очередь можно обратить внимание на данные данные откуда они приходят как они приходят где используются вместе где порознь соответственно анализируя жизненный цикл ваших данных вы можете получить какой-то намек на границе доменных экспертов да то есть ддд он про общение с доменными экспертами и вы общаясь с ними зачастую можете понять что бухгалтер на заказ и менеджер смены на тот же заказ смотрят совершенно по-разному и соответственно те поля которые интересны одному эксперту и не интересны другому тоже напопнут вас на мысль что возможно между ними прилегает какая-то граница оргстрибутуры вашей организации собственно это пересечение конечно же с доменными экспертами с данными но тоже обратите внимание например если у вас есть вы автоматизируете ваше предприятие у вас есть какой-нибудь департамент отдела продаж есть какой-нибудь отдел маркетинга скорее всего для них будут существовать какие-то разные банды контексты но здесь будьте осторожны не всегда оргструктура зарождалась логично и выверенно иногда оргструктура просто это результат каких-то политических подковерных игр и ну все равно это как бы просто вам звоночек какой-то лишний этапы бизнес-процесса соответственно если у вас есть какой-то бизнес-процесс и какие-то есть на нем переходящие прям сильно процесс сильно меняется в каком-то этапе есть какие-то поворотные события возможно это тоже намек на границу действующие лица тоже важны вы должны понимать кто делает какую-либо работу и соответственно с этой работой люди скорее всего работают по-разному и используют разные объекты так единый язык собственно я уже говорил про то что важность нейминга как никогда важна и собственно единый язык это еще один из паттернов стратегических паттернов в ДТД собственно о чем он говорит то что каждый термин в вашей банды от контекста должен пониматься однозначно когда вы говорите слово заказ то внутри вот вашей модели этот заказ должен пониматься единственным образом всеми участниками то есть если вы разрабатываете баундед контекст для бухгалтерского учета и звучит слово заказ то всем понятно какие атрибуты в этом заказе есть и каких там наоборот не должно быть что еще можно говорить про что еще важно важны агрегаты то есть собственно те грани мы про агрегаты еще поговорим собственно агрегат это совокупность сущностей которые для внешнего потребителя выглядят как единое целое и один из самых динамично развиваемых инструментов в мире ДДД в том числе который используется для поиска границ контекстов это event-шторминг давайте немного о нем поговорим event-шторминг это фасилитационная техника которая позволяет собрать в одном месте доменных экспертов команду разработчиков в доковидную эпоху это происходило в оффлайне и рекомендовалось только оффлайн потому что стикеры и физический контакт они намного улучшают коммуникацию как наступил коронакризис люди начали конечно же экспериментировать и с онлайн проведением event-шторминга это возможно это чуть тяжелее но в целом тоже заходит мы используем например мира но можно использовать мурал любой онлайн редактор который позволяет клеить стикеры и какой-то whiteboard вам предоставляет начинается все с хаотичного исследования внутри event-шторминга является основным таким блоком построения является событие доменное событие соответственно вы просто клеите каждый участник этого воркшопа по той системе которую мы хотим автоматизировать мы собираем доменные события доменные события это прошедшее время и глагольное выражение например сделали заказ заказ передан курьеру заказ передан клиенту заказ отменен и так далее в дальнейшем это все клеится на доску причем что здесь важно дубли это нормально то есть когда кто-то написал что поступил новый заказ и заказ оформлен не надо сразу же бросаться их как-то выдумывать идеальное наименование для этого события во-первых идеальное название возможно придет позже во-вторых иногда такое разногласие в нейминге может говорить о том что здесь люди по-разному воспринимают происходящее и возможно это тоже будет некой границей баунд контекста то есть последнее событие может это может быть последнее событие в предыдущей цепочке и новое первое событие в какой-то следующей цепочке различных баунд контекстов соответственно после идет этап глобального упорядочивания то есть все наше полотно это такой один большой таймлайн и мы раскладываем наши события по таймлайну и таким образом получаем какие-то параллельные идущие активности какие-то независимые идущие активности часть активности происходит раньше часть позже мы это все достаточно наглядно видим на что здесь надо обращать внимание во-первых есть такой термин как ключевые события это некое событие после которого система как-то кардинально меняется например в нашей системе это может быть таким событием примером такого события может быть оформление заказа заказ оформлен до этого не было заказа и не было никакого другого процесса то есть пользователь мог быть злогинился положил что-то в корзину но после того как заказ оформлен начинается какой-то другой флоу это такие события зачастую намекают нам на границы контекстов опять же то есть размечая вот все наше полотно такими пивотал ивентами мы можем как-то уже выстроить границы следующий важный этап это размещение действующих лиц систем мы располагаем на нашем на нашем полотне действующей лице системы и соответственно различные действующие лица будут показывать нам что скорее всего с этим событием например люди работают по-разному скорее всего здесь тоже например будет клиент и баундед контекст клиента и курьер и баундед контекст курьеры скорее всего они будут не пересекаться и быть скорее всего здесь будут два разных контекста следующий большой этап это валидация мы так как у нас есть таймлайн и есть события мы можем просто рассказать некую историю какую проходит наш пользователь или используя нашу систему то есть он залогинился оформил заказ получил заказ что-то еще в этот момент мы просто понимаем где у нас есть какие-то дырки в повествовании возможно мы что-то забыли мы можем добавить это прям сразу в повествование либо часто в такой ситуации возникает понимание что здесь очень много непонятного и ну мы можем просто это подсветить задача вот этого воркшопа шторминга нет не заключается в том чтобы сразу сделать идеальную модель которую потом можно в тех задания переложить это скорее просто очередной этап передачи знаний от экспертов к разработчикам ну и следующий этап это выделение собственно контекстов мы используем как я сказал уже вот и вот и ключевые события мы используем какие-то дорожки событий да вот те самые бизнес процессы про которые я упоминал и мы смотрим на действующих лиц и это для нас является какими-то ориентирами для выделения контекста еще одним инструментом для работы с контекстами и документированием их это bounded context canvas да то есть canvas это некий расчерченный прямоугольник на который мы закладываем какую-то информацию которую получили на предыдущем этапе мы именуем придумываем название контекста даем ему какое-то описание и отмечаем входящие события запросы команды и порождаемые этим контекстом запросы команды и события таким образом мы можем понять достаточно наглядно как много коммуникаций у данного контекста важен он или не важен почему он находится именно здесь а можем ли мы отдать какую-то часть ответственности в другой какой-то контекст возможно мы слишком много положили ответственности в конкретный бандит контекст и нам надо разделить его на несколько вот это все позволяет нам получить какое-то ну как сказать наивное представление о границах нашего бандит контекста то есть как я сказал нету каких-то сразу правильных ответов мы начинаем с какой-то наивной его представлением мы делим просто наши нашу систему на несколько бандит контекстов и не факт что мы угадаем сразу правильный ответ да то есть какие-то следующие шаги они обязательно нужны так более того мало того что можем не угадать и почти никогда не угадываем идеальное разграничение контекстов так еще наша система она живая да то есть она постоянно меняется и крайне важно следить за консистентностью границ тому новому миру который постоянно возникает то есть мы например разделили как-то баундед контексты это наше первое деление получили сколько-то границ областей но спустя какое-то время мы можем понять например увидев что часть ответственности как-то странно разделена какая-то там чувствуется иногда неконсистентность и мы решаем чуть-чуть сдвинуть границу контекста переложив часть кода и часть ответственности из контекста в контекст мы должны это сделать или например в какой-то момент мы понимаем что у нас слишком большой получился контекст то есть он слишком жирный и модель в нем стремится стать универсальной в каком-то большом объеме или например у нас произошла какая-то орг реорганизация в компании и наш какой-то один отдел продаж разделился на маркетинг и продажи или еще что-то произошло и наша система должна соответствовать тому что наш бизнес меняется и делиться тоже в ответ иногда мы можем просто чуть-чуть выровнять границы да то есть чуть лучше определив ответственность переложив реакцию на какие-то события команды чуть левее правее и получив более строгие границы более явные более четкие и может пропасть какая-то граница да то есть мы можем объединить эти границы например мы понимаем что два контекста являются слишком то что в мире микросервисов называется говорливые когда два контекста очень много друг другом общаются возможно это повод их просто-напросто объединить да то есть мы можем переосмыслить подход и объединить наши контексты и так будет возможно ну в каких-то конкретных случаях так будет идеально это будет идеальным решением я вот упомянул микросервисы да и очень такая важная тема баундут контексты микросервисы как они дружат как они взаимосвязаны на ну вот предыдущее время было распространено мнение что баундут контекст и микросервис это прям такие друзья-друзья они соответствуют в идеальном мире один к одному мы можем каждый баундут контекст выделить и положить его в микросервис в принципе это не очень так уж и далеко от правды и если вы так можете сделать это прям очень хорошо и скорее всего если вы стремитесь по каким-то причинам к микросервисной архитектуре так можно и нужно делать но надо понимать что не всегда это возможно или не всегда это оправдано то есть сейчас все-таки есть мнение что баундут контекст может быть представлен многими сервисами и это будет хорошим решением и наоборот по каким-то легаси причинам ваш единственный баундут контекст может даже быть разбит на много микросервисов но это скорее исключение и не очень хорошее решение следующая проблема а стоит ли переносить баундут контекст в микросервисы и тут тоже у меня нет однозначного ответа то есть если у вас правильно структурированный монолит то сейчас становится опять популярным подход который теперь называется монолит фест если вы используете модульный монолит в котором каждый баундут контекст используется именно как баундут контекст вы не строите каких-то универсальных моделей то возможно вам и не стоит делить вашу систему на микросервисы просто ради микросервисов или ради того чтобы четче ограничить границы баундут контекст вы можете реализовать хороший подход с использованием баундут контекстов и в монолитной системе и более того монолит фест именно это и рекомендует делать при этом баундут контексты внутри себя могут общаться также в стиле eventual consistency то есть у вас не будет какой-то strong consistency как это привыкли к тому что это сделано вот в монолитах текущих когда изменения в одной месте сразу же видно и в другом здесь возможно использование асинхронного кода очередей и так далее да это чуть сложнее объяснять может быть там заказчикам но это сильно упрощает связанность кода и позволяет разделиться например на команды и снизить когнитивную нагрузку в итоге что мы получаем когда мы используем баундут контексты ну вот я сейчас только что сказал что снижается когнитивная нагрузка да нам не надо думать насколько широка ответственность универсальной модели много ли она заполнена нам не надо разворачивать код мы знаем маленький кусочек мы в этом кусочке достаточно хорошо ориентируемся мы можем этот маленький кусочек отдать отдельной команде и она будет в нем вообще его очень хорошо полировать внося туда какие-то явные явные намерения и код таким образом будет более структурированный и чистый мы получаем явные контракты получаем явные варианты объекта у нас есть если у нас есть курьер то у него например должна быть открыта смена если же смена не открыта мы ему не можем выдать заказ это все явно в контекстах можно прописывать и использовать мы позволяем разработчикам больше погружаться и разработчики вкладываются в дистилляцию модели уточняют ее делают ее лучше как следствие использования баундет контекста мы общаемся с экспертами то есть мы вынуждены общаться с экспертами для написания хорошего кода и баундет контекст они нас к этому подталкивают ну и мы получаем то что называется high cohesion low coupling у нас каждый баундет контекст он достаточно сцеплен он имеет такой целостный вид но при этом у них низкая связанность между двумя разными баундет контекстами они могут быть синхронными и не влиять друг на друга таким образом использование баундет контекста сильно упростит вашу жизнь вашу работу с кодом я бы хотел закончить доклад вот такой метафорой сада или огорода то есть баундет контекст это как некая грядка на огороде у нее есть в начале жизненного цикла у нее есть четкие границы и если вы как садовник будете поддерживать эти четкие границы то они и останутся красивыми и строгими надолго если же вы начинаете их запускать то потихоньку сырники газон разрастаются и границы перестают быть видимыми поддерживайте ваши сады и вы уменьшите сложность всем спасибо Женя спасибо за доклад было очень интересно скажи пожалуйста как ты думаешь есть ли области или сценарии в которых подход с баундет контекстами неприменим ну возможно какие-то технически сложные вещи то есть какая-то алгоритмизация ну вот именно написание алгоритмов возможно вам не надо думать там обаундет контекстах вы просто используете математику но опять же там где вы начинаете использовать эти алгоритмы например не знаю в трейдинге в том же вам уже нужно использовать подход баундет контекст чтобы явно разграничивать сделки какие-то операции и прочее в трейдинге